Илья Илья Ну, я думаю, они возьмут 3-1 в финал, если честно. Мне кажется, их соперники вообще толком ничего им не противопоставят. Ну, серьезно. Уровень немного похуже у них. Я ожидал увидеть Вегу в финале, но что-то у них не так явно. Как ты думаешь, с чем это связано? Просто Вега, после их выступления на ESL был такой хайп вокруг Веги, то, что они все вокруг там, не знаю, не то, что все вокруг выигрывают, но что они там чуть ли не топовая СНГ-команда. А сейчас они сливают матч за матчем и в онлайне, и сейчас на лане что-то у них не пошло. Ну, люди после мажора просто не успели ни отдохнуть, ни потрениться. Они с мажора сразу с ланов на лан переходят. Вот и все, собственно. Очевидно, что люди друг от друга просто устали за это время, им нужна передышка. И очевидно, что как бы команды, которые не были на мажоре, в любом турнире после мажора, если это не команда, которая выиграла его, они имеют преимущество, да. Поэтому, мне кажется, им просто сейчас тяжело, вот, и нужно им время, в общем. Как, на твой взгляд, выглядит нынешний состав Empire? Хоть он и не совсем полноценный, мы знаем то, что у них два стендина, но они явно прибавили, даже несмотря на то, что у них стендины в составе. Как ты думаешь, это вот хвост и фаник их так усилили, или какие-то другие факторы играют роль? Может быть, просто усталость общая сбросилась. Может, у них какие-то проблемы очень серьезные в команде были из-за этого. Сейчас при смене состава у них появилось какое-то второе дыхание. Не знаю, что уж тут будет дальше, сохранят они такой состав или нет, но выглядит он хорошо. Осталось только им с какими-то еще более сильными врагами поиграть, чтобы понять что-то. Тебя совсем недавно в третий, четвертый раз убрали из состава Virtus.pro. Как давно вообще ты об этом узнал, но если это не секрет? И, не знаю, как тебе объяснили такое решение? Ну, узнал я от члена команды, за что ему спасибо. Я не буду говорить, от кого конкретно, но мне написали заранее. Плюс я и так догадывался, потому что какой-то игнор шоу, грубо говоря. Обычно такого не бывало, а сейчас было. Ну, и, в общем-то, понятное дело, что расстройство было какое-то, но не сильное, если честно. То есть, ну, так бывает, чего уж тут сделаешь. Просто некоторые люди с другими не могут играть, видимо, дольше, чем положено. И некоторые люди просто не так хорошо умеют подстраиваться, вот и все. Ну, несмотря на то, что даже тебя кикнули, все равно, твитимейт, очень много теплых слов написали в социальных сетях. Вам удалось сохранить товарищеские отношения с ними? Ну, да, я с Артемом до сих пор чуть ли не каждый день общаюсь. То есть, ну, так бывает. С Леомой там тоже писались, я ему тоже что-то пишу постоянно. То есть, нет такого, что мы какие-то враги или что-то в этом роде. Ну, нормальные отношения там. С кем общался, с тем и общаюсь вне игры. С кем я не общался вне игры, с тем и не общаюсь. Собственно, ничего для меня не поменялось. Какие планы на будущее? Ну, я так понимаю, что с одной стороны еще не очень много времени прошло. С другой стороны, еще нельзя, наверное, говорить о том, даже если что-то наклевывается. Но в целом, что думаешь делать дальше? Играть, брать перерыв? Понятное дело, что играть я не тот человек, которого так легко остановить какой-то переменой в жизни. Да, ну, и понятное дело, что предложение есть, там, может, парочка. Вот, и что из этого выберу, там, или что меня выберет, узнаем в ближайшее время. Вот, потому что, скорее всего, до 8-го числа все это будет уже утверждено. Времени действительно немного, и вот именно момент такой неприятный, что очень маленькое трансферное окно. Очень тяжело людям, которых, типа, кикнули, найти команду быстро, потому что это не какое-то решение, которое за день принимается. А как ты в целом относишься к вот этим всем нововведениям со стороны Valve, связанным с трансферными окнами, с вот этим вот закреплением игроков за составами? Это благо или это зло? Это хорошо, однозначно. То есть Valve хотят улучшить просто качество игры, банально. Составы, которые долго держатся, даже если они там, какие-то у них нелады есть, все равно общий турнир с составами, которые держатся долго, он будет крутым. А если ты будешь менять игроков каждые 2 месяца, 3, то это будет просто балаган, а не турнир, по большому счету. Ну, в принципе, резонно. Но, может быть, саму систему стоило как-то, не знаю, трансформировать, адаптировать, то есть сохранить возможность, ну, вернее, форсить команды, сохранять фиксированный состав, но при этом, допустим, сделать само окно трансферное больше, чтобы у людей был выбор. Или этот форс-мажор, потому что там люди должны за несколько недель принимать решение на ближайшие полгода фактически. Это разумно, по-твоему? По-моему, вполне разумно. То есть дается какое-то окно. Увеличивать его, мне кажется, стоило бы. Точнее, даже я бы сказал, что стоило время инвайтов подальше делать. Потому что, по факту, я не знаю, на какие они турниры собрались смотреть. На один саммит, на там Диффенс, на который половина команд просто не поехала. Не знаю, даже Старладера того же не будет в этих рамках. Такие дела. Потенциально ты мог бы играть в каком-нибудь международном составе, там, в какой-нибудь европейской команде, а не СНГшной? Да, наверное, мог бы, если бы меня кто-то позвал из Европы. Возможно. То есть нет такого, что я бы там не был открыт к этим возможностям. Скорее всего, в СНГ, понятное дело, приятнее и комфортнее, но трудности они просто иногда должны быть, не знаю. Так что, да, наверное, смог бы. Очень часто разного рода комментаторы, ну и просто, когда заходит речь о Доте, о командах, то пытаются каким-то образом соотнести стиль игры с регионом. То есть, там, вот, это типичная СНГ Дота, вот, это, там, китайская терпильная Дота. Как ты думаешь, это имеет какие-то реальные основания под собой? Или стиль игры, он никак не привязан к национальности? Он не привязан, но по статистике мы все видим, что по факту привязан. То есть, конечно, любые игроки могут, там, играть любым стилем. Тут зависит от конкретных людей. Ну, если мы говорим про интернациональные составы, то, допустим, европейские составы стараются больше в макро действовать. Америка больше старается в фарм действовать, допустим. СНГ – это хлебом не корми, дай подраться. Вот, ну и Китай не сказал бы, что они терпильные. Скорее, они больше похожи на СНГ. Вот, как по мне. Они постоянно 5 на 5 ищут, все для этого берут. То есть, единственное, что отличается очень сильно, это, пожалуй, на дефенсовой базе. В Китае это очень сильный аспект. Они всегда это умели делать лучше всех, пожалуй. Вот именно как страна. Любовь к дракам СНГ-доты – это больше плюс или минус? Это уже зависит от патча. То есть, этот патч поощряет, прошлый поощрял. В 83-й ни в какие ворота, поэтому СНГ было реально в таком упадке. Кроме, пожалуй, Empire. То есть, Empire, там, мы кое-как были. Вот, но в целом в СНГ все было так все. Даже при том, что там половина команд просто в полу-дизбанде находились, все равно они выигрывали. Что ты ожидаешь от 6.85? То есть, как думаешь, в какую сторону сдвинется баланс? Ну, 6.86, наверное, все-таки. Прошу прощения, да, у меня с цифрами проблемы. Но вообще хочу, чтобы больше апнули каких-то героев, на которых посложнее играть, что ли. То есть, в 83-й патч, там, Троль Снайпер, все понятно, слишком просто, да? В 84-й патч, он был реально, пожалуй, самый лучший за всю историю доты. Почему? Потому что линны лишь раки, там, Ю, не Ю, не важно. Большинство героев было, им нужно было там скиллами попадать и по макро хорошо действовать. Этот патч кинул Doom, кинул Ульцвардара, бьешь с руки, смотришь на это все. Не знаю, этот патч, патч для меня, он реально худший. То есть, мне он нравится меньше всего. Поэтому я ожидаю, как бы, чтобы вернули голд за крипов, который был там, вот, до этого. И чтобы понерфили героев, таких как Doom, Свардар. То есть, если Свардар еще более-менее, то Doom это вообще одна кнопка, и он сейчас, там, самый сильный герой в доте. Но такого, по моему мнению, не должно быть. Сложность героя должна прям пропорционально скалироваться с его имбалансностью. То есть, если он сложный, то да, если человек хорошо играет, он должен, там, по количеству своих возможностей просто опережать других героев. А не вот так, что у героя просто есть схожие обилки с другими героями, но они просто по всем показателям, там, в полтора раза выше. Вот, мне кажется, такого не должно быть, что-то с этим должны сделать. А есть герои, по которым ты соскучился, которых хотел бы увидеть в мете? Ну да, есть Сварк, например. Морф, очень давно его не было. На самом деле, герой, который, не знаю, уж точно заслуживает там быть, но что-то ему не то апают. Вот, абсолютно не то. То есть, я сколько ни играю, не можешь ты выиграть. И Сварк сейчас то же самое. Каждый раз, когда команда берет Сварка, я сразу закрываю там глаза и ухожу с игры, потому что фактически нечего смотреть, будет Сварк всегда проигрывает. Я не знаю, я не видел еще ни одной важной игры, где Сварк бы выиграл. Вот, просто ни одной. Не знаю, с чем это связано. Явно не с тем, что все люди в мире криворукие. Скорее всего, патч просто такой ужасный для этих всех героев, и я хочу, чтобы это как-то изменилось. От баланса в игре предлагаю прийти к балансу в матчмейкинге. Как ты думаешь, каким образом его можно улучшить в целом, и в частности для игроков ХМР брекета? Вообще, было общение с Valve по этому поводу, и они сказали следующее, что привыкните к тому, что вас слишком мало. И под вас настроить баланс ММА, ну, это просто не случится никогда. Чтобы вам нравился ММ. То есть, ну, наверное, я бы сказал, что стоит сделать так, чтобы топ ММР сформировал отдельную лигу. Какую-то, внутри-дотовую. Возможно. Или еще вот самый крутой такой фикс был бы в том, чтобы люди начали искать игру по ролям. Чтобы не было такого, что в игре там пять чуваков мид занимают, к примеру. Просто нужно сделать так, чтобы, когда ты искал, ну, включал поиск, так же, как в Вове, ты выбирал роль. Не было такого, что ты, там, идешь в игру, и у тебя там будет два дабла в миде, два керри на легкой, и в харде вообще никого не будет, потому что пятый чувак просто в лес уйдет. Вот такие дела. Пожалуй, это единственное нововведение. Ну, или дать возможность, не знаю, игрокам с топ ММРом как-то усиливать их репорты, не знаю. Вот если человек с топ ММРом, который действительно там старается в каждой игре, репортит какого-то фидера, там, человек, который просто курами фидит в пабе, то его сразу должны отправлять в оу-приорити, причем на дольше, чем в обычной игре, как мне кажется. Потому что, ну, не должно быть так, что люди, которые стараются, играют с людьми, которые, ну, просто ничего их не интересует, они не парятся и делают ерунду. Как ты думаешь, зашла бы в Доте система наказания аналогичная КСу? Потому что у нас, ну, как все происходит в Доте? Что бы ты ни сделал, как бы ты ни накосячил, много ли, мало ли, но тебе дают там лоу-приорити, ты играешь сколько-то там, 3-5 игр и все. А в КСе там тебе дают бан на неделю, например, и ты сидишь и, в принципе, не можешь в игру зайти. Это было бы актуально в Доте? Нет, потому что текущая система, на самом деле, она лучше в Доте. Отыгрывать игры в оу-приорити – это гораздо жестче, чем подождать время. Допустим, у чувака два аккаунта. Типа, ну, он включил второй аккаунт, играет там эти 7 дней, ему вообще без разницы. А в Доте что? Ну, включил ты второй аккаунт, окей, ты играешь на нем, но если ты там получишь оу-приорити, где-то тебе его придется отыгрывать, потому что со временем оно не пропадает. Так что система в Доте, именно на Казани, она хорошая сейчас. Тут вопрос только в том, как оно применяется, к кому и как скоро. Вот, наверное, в этом. Устраивает ли тебя мод АП? Или, на твой взгляд, он требует какой-то трансформации, возможности бана в ранкеде, например? Да, мне кажется, что баны нужны, на самом деле, в ранкеде. Это хорошее такое предложение. По одному бану на команду, который будет решать тоже топ-ММР игрок, это адекватно. Или вообще голосованием, то есть, без разницы. Как ты относишься к тенденции, то, что ХММР паберов все чаще зазывают на профессиональную сцену? Достаточно ли одного ХММРа, чтобы быть эффективным, компетитив игроком? Если тебя возьмет игрок с опытом и стажем, который сможет тебя координировать и отлично капитанить, то да, примеров этому вон. Топ-1 и топ-3, соответственно, от этого мажора. Как ты думаешь, ты сам лично мог бы стать во главе команды, допустим, из молодых ХММР игроков? Пока еще нет, мне кажется, хотя зависит от них. То есть, если это люди, которые ХММРят и действительно стараются на прогресс что-то всерьез, это одно. Но если это люди, которые хорошо играют, но они просто раздолбают по жизни и так далее, я бы точно не смог, потому что я не люблю таких людей, я просто не могу с ними работать. То есть, на мой взгляд, если ты собираешься жизнь свою связать с ДОТой, с любой дисциплиной, ты должен относиться максимально серьезно к этому. Не до сумасшествия, но не делать просто банально какой-то глупости. Каких-то глупостей. Ты мог бы в общих чертах описать некоего идеального тиммейта? Ну, понятное дело, что он должен хорошо играть в ДОТу, а что еще? Уметь подстраиваться, прислушиваться, быть коммуникабельным в игре обязательно. Уметь поддержать друг друга. Каждый из этих тиммейтов должен быть, если мы говорим об идеальной команде. Быть неконфликтным, наверное, вот это вот основное. Еще можно много мелочей дописать, но это все побочнее. Ну, спасибо тебе большое за интервью. И я желаю тебе найти своих идеальных тиммейтов в грядущем сезоне. Можешь передать какие-нибудь приветы и пожелания? Привет всем, кто продолжает меня поддерживать, несмотря на все. Я не собираюсь точно завязывать. И я не чувствую, что я там сильно плохо играю сейчас. Может быть, хуже, чем мог бы, но это связано с тем, что я пытаюсь пофиксить в своих каждодневных играх. И вообще, вот просто к своей работе головой. Ну, вот, привет девушке, Веронике. Наверное, все. Привет семье, родителям. Такие дела. Постараюсь в новом сезоне еще больше. Всем пока!